Ола, амигос! А помните, как пару лет назад Трамп такой «Аллилуйя, братья!» и потом там толпа под лидерством шамана другого, того, которая с рожками и в шкурах в Капитолий пошла. Там еще движняк нездоровый случился, и народ сроки отхватил. Но как любое подобное событие, оставляет оно след в истории и в умах скульпторов, художников, а посему появился в Штатах новый монумент, монументище, какашка фигурная на фоне Капитолия, или Капитолии на фоне говна, аааа, какашки. В бронзе отлитые, да на стол выгруженные. Тоже из бронзы. И нет, друзья, двойного толкования тут искать не нужно. Сие творение – дело рук противников Трампа, о чем и гласит табличка. Это мемориал в честь тех и этих, что ворвались в священные залы Американ-демократии, дабы предаться низменным потребам, уссать все углы и навалить кучи под сводами храма американской свободы. Ну а также разграбить и поселфиться, и выборы отменить. Капитолий, если кто не знал, это и правда очень знаковое место. Ну там судьба мира решается периодически, и парламентарии со своими помощниками время от времени снимают видосики с мальчонками для взрослых от первого лица и в сеть выкладывают. Но то нормас, это же свобода самовыражения. Но самое примечательное в этом творении – Американ-зодчество, что как кулька лежит на столе Нэнси Пелоси, о чем свидетельствует именная табличка. Так что или туда надо подгонять разъяснительную бригаду, или с ассоциативным рядом бронзометатели-отливатели явно просчитались. Да и объективно ничего общего и нет, хотя если вот под правильным углом и прищурившись. А только вчера я закинул мем про Евросоюз и санкции. Суток не прошло, и снова здрасте. Евросоюз принял решение ужесточить санкции против России, если к власти, еще где сами какими, придет Трамп. Ибо в любой непонятной ситуации пофигде нужно вводить санкции против России. И говорить о том, что любой нарколог скажет, что это уже крайняя степень зависимости и медикаментозно, с ней бороться уже бесполезно, я, пожалуй, не буду. Куда веселее смотрится, чем именно хотят там нагнуть. Ну, помимо соблюдения уже действующих санкций. Ну, там еще Франция такая на стуле елозила и ручки, аки отличницы тянула. Против газа и нефти, а также судов, что это добро в ЕС возят. Напомню, что доля российского СПГ в ЕС в этом году увеличилась до 20% с 14% по сравнению с прошлым. И пытливые умы, конечно, спросят, а это вообще как? Ну, как, как, друзья? Ну, вот садитесь вы такие на диету и громко ножкой топнув, после шести не жру, а в час ночи пройдите холодильник обносить, свет не включая. Ну, чтобы не спалиться. А утром за завтраком еще с важным видом на семейном совете надо бы еще табличку повесить нельзя. Ну, чтобы домочаться неповадно было. А то нет доверия этим наглым хитрым рожам. Ну, плюс-минус как-то так. И чуть не забыл, в параллель с этими высокопарными заходами Европарламент собрался и такой Азербайджан, попиратель прав и свобод, что использует газ как оружие против западного мира. Посему, в ответ на его мутки с Арменией, страны ЕС должны в кратчайшие сроки избавиться от газовой зависимости от Алиева и Ко. Мы к ним со всей душой на колени, аааа, то есть с высоко поднятой головой ездили. И так и быть согласились их газ закупать. Ну, чтобы они по миру не пошли. А они нам в лицо дожеваны долмой. Ну, аккурат, как альпака, несколькими днями ранее умыла их шестой чаки третьего. Да кто они такие? Сырьевой придаток, полпроцента ВВП. Пускай сами свой газ жрут. А мы будем закупать у других свободных и демократичных стран. И если Азербайджан и дальше хочет поставлять нам жижу свою, никому не нужно, то должны они вывести всех своих отовсюду, освободить всех политических и встать на путь зеленой повесточки и правильного европейского пути. Ну, я тут как бы уже в смятении. Это даже уже под клинику не лезет. И приняли эту резолюцию через голосование. 453 голоса суицидных, одаренных европарламентария за и 31 против. С другой стороны, у ЕС же есть надежный партнер. Штаты замерзнуть же не дадут? Ну, нет, конечно же, не дадут. Но пока все это резолюции и слова. И не хватает какого-то вот этого жеста, знаете, ну вот аля как Литва выдала. Приняв решение демонтировать лэп, связывающую Европу с Россией и Белоруссией. Ибо рубить так рубить, сказали не киловатта с востока. Вот они, люди слова, вот он, стержень европейской нации. Кроме того, это поможет влить в экономику этой прибалтийской страны несколько тонн высококачественной меди, ну от проводов. А тем временем в самой Германии в духе свободы слова и демократии, и невмешательства в дела других стран на арене нарисовался сам Хабек. Ну тот, который, помните, закроем все атомные электростанции и вернемся к экологичному бурому углю. Ну вот он. Брэсиши, а что за беспредел в Твиттере происходит? А? Вы видели эти репосты, сердечки, там лайки? А ведь мы это не контролируем. А сфига? Ведь они могут оскорблять людей, оскорблять европейцев. А это зависимость. Ну вот входить туда, а меня там оскорбляют. А я снова иду. И знаете, там вот еще не модерируют ничего. Я столько нового о себе узнал. И кроме того, это рассадник крамолы и отсутствие демократии. Там нет нашей с вами демократии. Тогда куча это еще и всякие Трампы используют в своих целях. Но Маск его поддерживает. А значит, мы должны прикрыть эту лавочку в Европах наших и цензурировать. А то влияние их выборов на Европу через Икс очень сильно и бесконтрольно. Нам нужен китайский фаервол во имя свободы слова и поляризации правильного контента. Слава свободной Германии, слава свободе слова, слава Хабику краснорещивому. А знаете, что самое важное во время введения цензуры и фильтрации неудобных заявлений и точек зрения? Правильно. Как можно громче кричать про свободу слова. Отличного дня. Пока.